Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. В нашей передаче мы говорим просто, простыми словами, о нашей православной вере. Уже совсем скоро Пасха. Мы все ближе и ближе к тому моменту, когда радостно воспоем Христос воскресе. Сейчас идет неделя Великого Поста, которая именуется неделей преподобного Иоанна Лествичника. Это великий святой, великий монах, учитель церкви, написавший фундаментальнейший труд по православной аскетике, которая называется «Лествица». Православные христиане стараются в течение поста прочитать эту книгу и научиться духовному восхождению по лестнице от земли на небо. Вот сегодня, возлюбленный во Христе, мы с вами попытаемся поговорить о православной аскетике. Какова ее цель, в чем она заключается. Поговорим мы с нашим православным экспертом, священником и ромонахом Герасимом Вертеем, клириком Успенского храма. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте! Аскетика. С этим словом связано очень много для православного христианина. Его достаточно часто мы употребляем в проповедях, мы слышим их в каких-то лекциях, когда смотрим телевизор, православные каналы. И очень много с этим словом, наверное, всяческих стереотипов и мифов в сознании у простого обывателя, простого мирянина. Ну, наверное, самое главное, что аскетика — это чисто монашеское делание. То есть это изнурительный пост, это изнурительная молитва, это нахождение в келье. Вот давайте для наших телезрителей проясним, аскетика, она вообще для мирянина возможна? Должен ли быть аскетичным простой мирянин, не монах, не живущий в монастыре? И в чем эта аскетика может для него выражаться? Действительно, аскетика является частью нашей православной традиции, но для того, чтобы ответить на вопрос хоть с какой-нибудь глубиной, надо вспомнить, как переводится это слово на современный русский язык, не более чем упражнение. Да, о чем это упражнение, зачем оно нужно и вообще может ли мирянин использовать аскетические опыты? Конечно же, может, и, конечно же, аскетика нужна, потому что вера всегда проявляется какими-то делами. Вера, она подобна любви. Если человек говорит своей супруге или своему ребенку или своим родителям, что он их любит, но никак совершенно не проявлять эту любовь, это не более чем пустое сотрясание воздуха, это звуки, не имеющие смысла. Вера, она, подчеркну, подобна любви. Если говорит человек, что верит в Бога, то, соответственно, он пытается это проявить делами. Какими делами? Первое и главнейшие дела — это соблюдение заповедей Божьих. А второе дело веры, которое необходимо, это, конечно же, устремленность навстречу Христу. А как это можно сделать? Куда идти, чтобы последовать Христу, чтобы достигнуть тех целей, которые Господь предлагает нам? Вот и в том, и в другом случае, и в исполнении заповедей, и в следовании за Христом нам помогают аскетические примеры, в том числе и такого, как вы заметили верно, великого монаха, аскета, преподобного Иоанна Лествичника. Вот может быть о нем поподробнее, батюшка? Ну, надо, конечно, сказать. Вообще, потому что удивительная ситуация, у нас огромное количество святых. Мы знаем великих монахов, Антоний Великий, основатель монашества. Для нас родны имена Антонии и Феодосии Киево-Печерских. Но вот почему-то церковь выбрала именно одного святого. Ну, не одного, а есть еще неделя Григория Паламы, неделя Марии Египетской, неделя Иоанна Лествичника. По какому критерию-то выбрано именно это имя? Почему именно его вдруг церковь нам ставит так в пример, что особое воскресенье Великого Поста посвящает именно ему? Действительно, ничего в церкви не случается, извините за татологию, случайно. Все подчинено глубокому смыслу, понимание которых этих смыслов помогает нам двигаться по пути Великого Поста и шире, по пути, ведущую в радость Бога общения. И Иоанн Лествичник выбран для того, чтобы показать нам и подсказать нам, каким же образом возможно вот это восхождение в небо. Иоанн Лествичник назван так по одному из своих письменных трудов. Я бы сказал даже самому важному его письменному труду и самому знаменитому. Это Лествица. С церковнославянского языка на современный русский это переводится, как, наверное, нетрудно догадаться, как Лестница. Лестница, ведущая от земли на небо. Этот образ Святой Преподобный Отец наш взял из Ветхого Завета, когда Яков видит во сне, когда он ночевал в Вифиле, вот эту лестницу, по которой сходят и не сходят ангелы Божии. И эта лестница предлагается каждому, кто желает и сознательно по своей собственной воле выбирает путь, ведущий в небо, к Богу, в радость Богообщения. Лестница для нас вот такой очень важный образ, что восхождение вверх по пути своего собственного спасения, оно, этот процесс поэтапный. Зачастую так бывает, неофит, обретая веру в своем сердце. Дальше поясните, кто такой неофит? Неофит – это человек новообращенный, в переводе греческого на современный русский язык, человек, который вот был неверующим или формально верующим, и вдруг в сердце своем испытал великую радость веры. А это действительно радость, которая захватывает человека с головой. Это невозможно остаться равнодушным. Такой человек устремляется одновременно во все сферы. Во все сферы бытия церкви. Точно, точно. Он пытается и всем проповедовать, своим родным, и коллегам, и друзьям. Он пытается сразу делать какие-то совершенно такие вот невыносимые, казалось бы, монашеские опыты ставит над собой. Там и постится, и молится. Одним словом, такой человек зачастую, я не говорю, что это постоянно, но зачастую такой человек пытается не по лестнице взобраться, не поэтапно подняться в небо, а желает получить такой духовный лифт. Он заходит на первую ступеньку, нажимает вершиную кнопочку, едет на… Но так не бывает. Не бывает, потому что вот эти духовные лифты приводят в прелесть. А прелесть – это такое, в аскетической терминологии, это высший обман. При приставке увеличения, да, лезть – это ложь. То есть прелесть – это высшая ложь, когда человек обманывает сам себя, не без участия, конечно же, духов злобы, которые заинтересованы в этом обмане. И поэтому, когда мы идем по пути великого поста, мы должны снова и снова напоминать себе, во-первых, цель, а последняя ступенька в книге Лествица – это стяжание веры, надежды и любви, как высочайших добродетелей христианства. Но надо напоминать себе цель нашего пути, а также поэтапность. В книге Иоанна Лествичника предлагается нам 30 ступеней. 30 ступенечек во время Великого поста, по-моему, это лучшее время в году, хотя, конечно, надо отметить, что Великим постом наша христианская жизнь и наша аскетика вовсе не ограничивается. Так вот, мне кажется, Великий пост – это лучшее время для того, чтобы попытаться, хотя бы попытаться сделать очередной шажок по этой лестнице по направлению к небу. Замечательно, замечательно. Ну, то есть, если резюмировать, аскетика как духовное упражнение должно быть похоже на занятия упражнениями физическими. То есть, когда человек, например, начинает тягать штангу, он не берет сразу самый тяжелый вес. Он поэтапно, потихоньку, как-то блинчик за блинчиком, да, на эту штангу навешивает для того, чтобы мышцы росли гармонично и чтобы не надорваться. А вот если вернуться вот к моему первому вопросу, аскетика для мирянина, то вот мирянину с чего начать? Вот человек, он пришел в церковь, он прошел этап неофитства, он понял, что все сразу не охватишь, и что надо себя вообще трезво оценивать, трезво нужно оценивать свои силы. И вот это отрезвение к нему спустилось, и он вновь стоит перед тем самым первым вопросом, когда он только-только церковный порог переступил. Так с чего же мне все-таки мое аскетическое делание начать? В чем мне можно начать упражняться? Самое начало — это страх Господень. Об этом пишет нам и Писание Святое, об этом многократно, многократно и постоянно говорят нам святые отцы преподобные. Страх Господня, что это значит? Ну, самый первый этап верующего человека — это взглянуть на Бога в сердце своем, прочитать Евангелие, возможно, невозможно, необходимо прочитать Евангелие, и понять, что без Бога, как говорили наши предки, моя бабушка в частности, не до порога. Это самый первый этап, который тут же за собой ведет покаяние. Без покаяния, без осознания своей греховности, и мыслить, двигаться дальше не дерзай, потому что здесь тебя обязательно подкараулит прелесть. Это бесы соблазнов, которые тебе говорят, что ты хороший. Не, ну, конечно, мы все думаем себе, что мы хорошие, и оправдываем себя, что вот не убивал, да, никого не насиловал, бабушку за два рубля топором не зарубил, значит, я хороший. Но кроме вот этих явных, таких вот, может быть, даже гротеских, мной озвученных примеров, есть еще многочисленные другие грехи и страсти, и даже которые находятся еще в состоянии прелога, то есть начала какого-то. И вот самое первое, с чего вот прям начинать надо, и без которого, без этого момента просто никуда, это покаяние, осознание своей греховности, и видение своих грехов. Любимый псалом нашей церкви, это 50-й. Почему он любимый? Потому что он наиболее часто поется, читается и в богослужении, и в келейной молитве. И там вот святой псалмопевец и царь Давид говорит, что и грех мой всегда передо мною, если переводим на современный русский язык. Действительно, осознание, понимание греха – это начало всякой аскетики. И когда человек понял, что да, действительно, грехи-то есть в его жизни, разные грехи по-разному в его жизни проявляются, когда-то это страсть, то есть полная подчиненность греху, когда человек уже не может, он не свободен от этого греха, от этой страсти. Либо это еще такие вот периодически нападаемые грехи. Когда вот это он понимает, здесь начинает необходимо как взрослому человеку, думающему человеку понять, что а сам-то без Божьей помощи-то не справишься. Человек, курящий или пьющий, скажет, зачастую говорит себе, я в любое время могу бросить, и то, и другое, и третье, и десятое. Я сильный человек, но пока он не попытается их бросить, он так может себя утешать. В попытке же избавиться от греха или страсти выясняется, что не всегда, очень не всегда, человек без помощи Божьей это может сделать. И здесь приходят нам на помощь многочисленные, предложенные святыми преподобными отцами, в частности, святым Иоанном Лесвичником, такие, с помощьюствования. Как же избравиться от этого? Это, конечно, во-первых, молитва, пост. Это очень, очень сильный инструмент, который дает нам Церковь в войне с нашими страстями, похотями и грехами. А также добрые дела. Эти три добродетели, которым научил нас Господь Иисус Христос в Нагорной проповеди. Молитва, пост и милосердие. Все это, это тоже аскетика. Можно, конечно, представить себе, что аскетика заключается в том, чтобы стоять в течение, предположим, года на столбе или не сходить с камня в коленопреклоненной такой позе, либо носить вериги, как вот преподобный Иоанн Колпак в Москве находится, в музее его вериги, там весом несколько пудов. Это тоже может быть, но все-таки начинать с этого не надо. А с чего можно начать? Ну, с ограничения каких-то... Меньше смотреть телевизор, предположим. А меньше играться, если это молодые люди, в компьютер. Это тоже будут уже какие-то элементы аскетизма. Если человек понимает, что это он уже преодолел, он может двигаться дальше, пошагово. Я всем настоятельным образом рекомендую посмотреть хотя бы даже структуру этой книги «Лествица», чтобы представить себе, как, каким путем идти, что шаг за шагом. И первый шаг, конечно, это покаяние. — Тогда вот такой вопрос. В протестантизме действует такой принцип, что достаточно сказать, что ты веруешь во Христа, и ты уже спасен. Мы делаем упор на слова Священного Писания, что вера без дел мертва. Вот в этой связи, скажем, мой пост, моя молитва, мое покаяние — это такие действия, которые, ну, по крайней мере, по отношению к другим людям не так ярко себя выражают. Ну, то есть, я пащусь для себя, каюсь для себя, для моих взаимоотношений с Богом, я их налаживаю. Вот в чем может выражаться аскетика? Вот добрые дела мы назвали, что они возможны. Ну, вот, например, не всякий может пойти завтра в больницу, ухаживать за больным. Или не всякий может пойти завтра в тюрьму, посещать сидящего в темнице. Вот как вам кажется, батюшка, какие могут быть дела у тех людей, которые сейчас погружены в суету мирскую, в бытовую, работают, заняты заработком денег, преодолением кризисов различных. Вот, потому что этот вопрос очень часто звучит. Еще не менее часто звучит вопрос, как быть мне с моим аскетическим деланием, если я еще и человек созависимый, то есть, я подчиненный. Ну, например, ребенок, 17-летний парень, например, взял и вдруг до чего-то созрел, стал православным христианином. А мамы с папой нет. Они ему запрещают и в храм ходить, они ему запрещают и молиться, они ему запрещают поститься, кормят его тем, что все едят. Вот как именно для мирян, тем более для мирян, которые живут в контексте взаимоотношений с другими людьми, эти аскетические подвиги, эти аскетические добрые дела, дела милосердия, воплощать в жизнь? Начну я тоже с самого начала. Я думаю, что необоснованно упрощать, необоснованным упрощением является заявление о том, что протестанты отрицают необходимость добрых дел. Да, дело в том, что, конечно же, протестанты, я имею в виду именно традиционных протестантов, которыми являются лютеране, кальвинисты, англикане, и сейчас не хотел бы рассматривать многочисленных сектантов, которые сами себя протестантами называют, но ими не являются. Так вот, да, конечно же, в каком-то приближении можно сказать, что действительно для спасения важна только вера, солофиде, как это заявлял в свое время Мартин Лютер. Но все-таки он же писал в своих книгах, например, в Аугус, в апологии Аугсбургского исповедования, о том, что какие-то дела, дела веры, они необходимы, потому что вера появляется делами, с этим Мартин Лютер тоже был согласен. Но также совершенно очевидно, что все протестанты с начала самой реформации отрицают пост как один из примеров дел веры. Например, Уэллих Цвингли, который является отцом швейцарской реформации, в 1519 году разорвал отношения с католической церковью, церковью по, кажется нам сейчас, странному поводу. Он протестовал против постов. И вот очередным великим постом 19-го года он сказал, что нет, поститься ни в коем случае не надо. Это какие-то неправильные выводы, за что и был анафинапствован и, в конце концов, достаточно не очень хорошо закончил свою жизнь. Является ли пост делом веры? Можем ли мы согласиться со Цвингли? Конечно же, не можем. Почему? Есть ли у нас основания к этому в Святом Писании? Есть. Если бы пост был бы не нужен, если бы это было какое-то изобретение человеческое, а не установление божественное, наверное, бы в Нагорной проповеди Господь наш Иисус Христос не выделил бы пост как одно из трех главнейших добродетелей рядом с молитвой и милосердием. Какой же это пост должен быть? Конечно, воздержание от каких-то, не столько от видов каких-то пищи, потому что тоже очень важно, не самоцельно, но в первую очередь воздержание от каких-то греховных или страстных привязанностей. Вот самое главное в посте. Было бы, по крайней мере, странно или даже глупо давиться сухой гречкой без растительного масла и за это всех ненавидеть, ругаться, да вы все такие нехорошие, один я такой святой и замечательный. Это не пост. То есть выход для вот этого 17-летнего парня, например, это будет, безусловно, подчинение, смирение, тяпение и любовь по отношению к своим родителям. Пятую заповедь никто не отменял, а пятая заповедь предполагает нам послушание родителям, особенно если он подчинен им и еще пока не может, так сказать, съехать на свою квартиру, он как 18 лет там, своя квартира, и питаться так, как считает нужным. Однако же попытки к этому он не должен оставлять. Если у него есть такая возможность, ну почему не попробовать? Зачастую мы просто сами себя оправдываем, придумывая себе дополнительные препятствия для того, чтобы совершать дела веры нашей. «О, я не могу, это не принято, у меня не так посмотрят». Но надо четко разделять реальные препятствия от вымышленных. Мотив, находящийся в нашем сердце, очень важен. Почему я делаю этот или этот поступок? Или, например, почему я не делаю так-то или так-то? Самое оправдание здесь быть не должно, поэтому надо чаще прислушиваться к своему сердцу, к совести, и сравнивать это, ну, то, что мы услышим в своем сердце и в совести, со Святым Писанием и с традицией Святых Отцов. Спасибо, батюшка, за ваши ответы. Вот, дорогие братья и сестры, я бы хотел, чтобы вы сегодня как раз именно вот самое главное зерно из нашей беседы для себя и вынесли. Аскетика — это не только изнурение себя чрезмерным постом, он возможен, но все должно быть сопряжено с величайшей добродетелью, добродетелью, которая в нашей православной церкви пишется с большой буквы, с добродетелью любви. Любви к Богу, любви к ближнему. Как правильно сказал отец Герасим, что толку, если ты будешь есть коренье, сухой хлеб и пить воду три раза в неделю, но при этом будешь ненавидеть всех тех, с кем живешь, с кем трудишься, с кем, может быть, молишься. Пост почти уже завершается. Однако я спешу напомнить слова Священного Писания, что у Бога нет первых и последних. И последние могут стать первыми, и первые могут стать последними. Поэтому если вдруг вы из сегодняшней беседы поняли, что во время поста вы еще так и не начали поститься, во время поста еще так и не попробовали взять на себя хоть малое аскетическое делание по ущемлению себя. Ущемлению с целью, опять-таки, чтобы вырасти в какую-то меру. Торопитесь. Пост завершается. Чему-то нам нужно в этот пост успеть научиться. Храни вас Бог. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok